Приветствую всех, кто смотрит это видео и решил изучать шахматы. Начинаем наш урок. Шахматы впервые появились в Индии в 6 веке нашей эры и первоначально назывались Чатуранга. Попав в соседние с Индией страны, игра претерпела ряд изменений и в результате к 15 веку были сформированы те правила, которые сегодня известны как классические. Шахматы в переводе означают «Шах – король, мат – умер». Начиная с XIX века проводятся систематические турниры по шахматам, а с 1886 года разыгрывается звание чемпиона мира. Игра происходит на доске, поделенной на клетки – 32 белых и 32 черных, всего 64. Правильное расположение доски, когда черная диагональ приходит к левой руке каждого игрока. Белые фигуры расставляют на первой и второй горизонтали, а черные фигуры на седьмой и восьмой горизонтали. Правильное название фигур следующее. Это ладья, конь, слон, ферзь, король. Правильное расположение фигур. Ладья всегда стоит в углу доски, конь рядом с ладьей, слон рядом с конем, ферзь стоит на поле своего цвета, то есть если это белый ферзь, он стоит на поле, на белом поле. Если это черный ферзь, то он стоит на черном поле. Король всегда стоит рядом с ферзем. Цель шахматной игры – поставить мат королю противника. В шахматах белые и черные ходят по очереди. Начинают всегда белые. Ход – это перемещение фигуры с одного поля на другое. Ход на поле, занятое фигурой противника, означает ее взятие. Король ходит на любое соседнее поле, скажем так, вокруг себя. То есть вот мы можем сходить вот так. Ферзь ходит на любое поле по вертикали или горизонтали, или диагонали, на которых находится. Наш ферзь находится на горизонтали, на четвертой горизонтали, на вертикали С. Он может сходить на любое из этих полей, а также по диагонали на любое из этих полей. Единственное, он не может пойти на место короля и дальше короля, потому что он не может перейти через короля. Ладья ходит на любое поле по вертикали и горизонтали, на которых находится. То есть на любое поле по вертикали и на любое поле по горизонтали. Единственное, она не может пойти за короля, так как он ей мешает. И, соответственно, действие ладьи распространяется только на эти поля. Сходим ладьей. Вот это вот и есть ход. Вот слон ходит на любое поле по диагонали, на которых находится. То есть вот диагональ слона, вот вторая диагональ. Он может пойти на любое поле по диагонали. Например, объявить шах королю. Шах вот с этого поля. Король обязан из-под шаха уйти. Конь ходит своеобразным зигзагом. То есть одно поле вперед. Одно поле влево или вправо и одно поле вперед. Получается так называемая буква Г. Вот, например, мы делаем такой ход. И можем объявить шах вот с этого поля королю противника. Если ходим сюда, то есть получается опять тот же зигзаг. Шах. Из-под шаха король должен уйти. Также конь может перепрыгивать через другие фигуры и пешки. То есть ни ферзю, ни ладье, ни слону перепрыгивать через пешки и фигуры нельзя. А коню можно. Пешка ходит только вперед по вертикали на соседнее поле. Но из начального положения она может пойти как на соседнее поле, так и через одно поле. Только из начального положения со второй горизонтали или с седьмой, если это черное. Итак, сходим пешкой. Мы сходили пешкой. И достигнув последний, например, горизонтали, пешка может превратиться в фигуру. Пойдем пешкой вперед и превратим ее в любую фигуру на наш выбор. Обычно превращают в самую сильную фигуру ферзя. Можно также превратить в ладью, слона или коня в зависимости от позиции. Превращаем пешку в ферзя. Как бьет пешка? Пешка бьет по диагонали. Снова поставим пешку. Пешка бьет по диагонали. То есть на одно поле вправо или на одно поле влево-вперед. Мат это неотразимое нападение на короля. Попробуем поставить мат королю, черному королю. Оттесняем короля. И при поддержке нашего короля вставим мат черному королю. Получился мат. Черный король не может побить ферзя и не может пойти ни на одно из этих полей. То есть уйти из-под шаха. Как мы помним, ферзь бьет по всем диагоналям, вертикалям и горизонталям, на которых он находится. То есть ферзь объявляет шах королю. А так как уйти королю некуда, объявляется мат. Шах и мат. Еще хочется сказать о такой вещи, как завершение хода. Если вы беретесь за фигуру, вы обязаны этой фигурой сделать ход. Правило взялся ходи. Если вы поставили фигуру и отпустили ее, ход сделан. Если вы взялись за фигуру, но не отпустили ее, ход еще не сделан. Вы можете поставить ее на любое поле, отпуститься и тогда ход будет сделан. Несколько слов о спортивной этике. Необходимо уважительно относиться к партнерам по игре и также к зрителям и к судьям. Если вы проиграли, не стоит отчаиваться и расстраиваться. На проигрышах учатся, учатся не повторять свои ошибки. А если вы выиграли, не нужно зазнаваться. Хотелось бы сказать несколько слов о ваших тренировках. Для того, чтобы правильно тренироваться, вам необходима шахматная программа «Партнер». В этой шахматной программе необходимо наличие такой функции, как постепенное повышение уровня игры. На этом на сегодня урок закончен. Смотрите следующие выпуски. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok